доброго времени суток на канале фан клуб татуар 25 серия прохождение за империю 88 ход так но тут я хочу переход хода сделать на видео вместе с вами все это мы конечно видели это армия кстати может угрожать серьезным возможно зря я здесь под распустил войска мариенбург это она может быть и не угрожает а удачно может пойти тут будем смотреть как будем действовать в общем давайте посмотрим переход ходом да семьдесят семь фракций на карте кровавые руки но тут понятно тут мы все сливаем осмысленная жертва пока войска у нас на севере луан как обычно что-то хочет правопрохода нет для деньги хорошие предлагал я не хочу запускать территории империи так глупо тщеславие стоимость найма минус 25 дисциплина конечно же так мартхайм это астермарк провинция ну меня устраивает что здесь топчутся пока не продвигаются ну сюда вернемся обязательно так давайте смотреть кровавые руки прыгнули они прыгнули вот через за этот проход так а как нам лучше поступить запрыгнуть в вечер запрыгнуть curve а 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 или вот так вот переправиться переправиться интересно не переправился наверно нужно было вещи заводить ну ладно здесь сожалению инициатива будет стороне противника давайте смотреть здесь кстати что приплыли они вот не помню если их в воде атаковать гарнизон по мне помогает да здесь именно так все эти знамена можно сразу раздать подождем посмотрим что они там как так мидденхайм осадили это вольфрик а можно кстати контрат атаковать по-разному можно действовать так будем аккуратно продвигаться постараюсь скрытым режиме не вижу тут особого количества агентов большого а вот есть кто-то до 34 маленький шанс ну ладно все равно не надо качать уж получится не получилось так а 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 talvez а тут их посмотреть, что будет. Неудача. Можно предпринять вылазку. Армия не сильная вообще, ни разу. Ну, давайте начнем эту серию с битвы, разомнемся. Так, я расставился. Как и предполагалось, они пошли на меня. Потому что у меня артиллерия. Так, вольфрид странник в мамонте сидит. Так, вольфрид. 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 Забыл включить, держать позицию, что ли, стрелкам Блять, точно, ёбаный урод Корабль что-то у меня очень сильно повреждение имеет Но я его не сильно берегу, потому что он дорогой, зараза Я не понимаю, блин, как же я так здесь включил, а здесь не включил, всё, я понял Мне это ещё битва нужна была для того, чтобы какой-то отхил сделать Потому что большие потери были понесены, а так можно их пополнить Но, по-моему, я и потерял немало солдат Битва в многом была экспериментальная Корабль испытать Ну-ка 126, ну это не то, что я хотел Больше подпадают Что-то его не может добить, что ли Ладно Если бы не стрелки, потери были бы вообще ерунда Но они выдвинулись вперёд Так, 12% Блин, жалко, гарнизон не пополняется Эх Ну ладно, берём Так Марий взял Получил одно очко Навыков Куда это можно потратить Так Что я ему тут изучал Кто-то всю ветку изучил Вверх, в принципе, тоже Лично его характеристики повысить Получается так Огромный враг Борьба с пехотой 5 Натиск 10% Ну потому что Победили сторонник Так Почему же добить его? Ну это надо посмотреть На второсчёте неинтересно Это у нас дальность даёт Мортира, да? Давай так Огромный враг Сразу вольнули Теперь магов надо ловить Я просто не вижу Всё, что ли? Ну по-моему здесь уже догонять не надо Никого Всё, но потери откуда-то есть Ну он там что-то Заклинания какие-то применял Да, погибли эти жрецы Там кто там Шаманы, блин Так, ладно, корабль я распускаю Сразу нагрузочка уйдёт Остальных оставим Так, здесь мы попрятались Куда вот они здесь Куда вот они здесь ещё могут пойти В эту сторону В эту сторону В эту короче Надо успеть возвращать Плюс крысы По-любому пойдут За толком походить даже не удалось Потому что Денег особо нету Армии толком тоже Ничего особо не предприняли Так, чё, вот так что их послать Так, тут у нас ещё Феликс бежит Куда ты бежишь? В люструю его отправить И гермейстера посмотреть Будет долго плыть, мне кажется Так Котрик Котрик Покажись Ну вот уже начинается, да Свиноторг Земля Золотого Ордена начинается Здесь всё в скверне, что ли, получается Или так и должно быть Море какое Так, кто у нас там ещё? Разведка наша Так, ладно, здесь мы стык-то увидели Он ещё нанимается Скоро двинутся Так, это уже Крепость Кровавых Рук Ладно, посматриваю здесь Вот в походе можно будет их Атаковать Нападение на отряд Что-то совершать Не знаю, есть ли смысл ремонтировать Ну ладно, недорого Так, ну что, надо опять пропускать ход Да, пожалуй Так, Кровавые Руки Гарфанг Карлобой Атакует наше поселение Вот думаю Посопротивляться Или сдаться Думаю, посопротивляться Встретимся на карте сражениях Так, ну меня тут атакуют С трёх сторон Я решил Меньший Меньший их отряд Атаковать И постараться Хотя бы одного Идола Уничтожить Чемного А куда вы сближаетесь? Продолжение следует... 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 Ага, попались, да, значит? Попались. Так, подождём пока. Смотрим здесь. Пока никого не вижу. Ну вот, вроде, не готовятся к походу. Вот так будем подсвечивать здесь. Так, какая ситуация? Северяне отступили, это очевидно. Это вообще сопли. Так, у жреца уже 30 ранг. Чё мы тут качали? Наставничество, кстати, можно сразу поставить. Пускай делится. Ну ладно, Элспид. Ты у нас пока заедешь вот сюда. Хотя нет. Вот так вот. Чё там подешевле из ссадников-то? Надо бы, кстати, ещё бы догнать вот этих гадов и добить. Так. Так, мы по-любому над этих охотников, опытных охотников, ему дать. Просто охотников нет, но охотников я найму. Это будет потом. Так. Добить, добить, добить. Там два героя. Один из них правда слабый. Чуть-чуть пехоты. Чё-то тут ещё. Что ж там ещё-то, может быть? Не помню. И троллей чем-то надо останавливать. И нужно сейчас нанять отряд конницы. Так. Так. Родцари, чёрная роза. Угу. Угу. Через ход Фолькмор появится. Так, у нас есть Эмиль Файфер. Давай. Давай. Вот так вот я и хотел сделать. Так, забери вот эти три отряда. Так. Ну хорошо. Выполнил я задание. Блин, короче, там надо было усадников ближнего боя. Я вообще не то нанял. И я хотел моментально, чтобы время не тратить. Ну хорошо, пускай будут эти, да. Мне нужны вот, знаешь, кто. Так, это мы всё-таки распускаем. Так, призыв к оружию. Ну, нужно вот так вот её оставить, кстати. Вот так вот, да. Пускай будут одни эти охранники Эльдреда. Ими можно опоясаться там, я не знаю, со всех сторон и стрелять. И иногда выпускать конницу. Так, ну и теперь моментально найм вербовка, да. Всё. И лычки получили. И отряды. И можно, короче, пускаться в поход сюда. Обратно. Так, Эмиль. Эмиль, ну тебя заменят. Великий антагонист. Но это будет чуть позже. Чуть оружия нет, ничего. Да, у тебя ничего нету. Можно вкачать опыт. Навыки. Нужу на глотку. Но всё равно мы его распустим. Да и вряд ли, когда ещё наймём, потому что наёмные полководцы, они будут, лорды, они будут выше рангом всё равно. Это было нужно только для того, чтобы вот эти отряды не терять. Жалко мне было тяжёлых мечников, златопогодных, да, скажем так. Так. Улюрика, что с тобой будем делать? Мы тебя же будем качать как героя, а потом в армию закинем. Поэтому давай специализацию, чтобы подешевле всё это было. Так. Ну, пробуй, пробуй. Без разницы. Мы атаковали вот этого героя. Получилось. Хорошо. Ещё давай. Так. Теперь Карл. Да, однозначно. Забираем. Тут гарнизону поможет вот этот Хакон. Я проведу вручную это сражение. Потому что на авторасчёте тут армия сдохнет. А в реальности она не сдохнет. Не будем пользоваться этим. По-быстрому расставился. Тепление. Ахм... Так. Продолжение следует... 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 Сейчас они скорее всего двинутся в наше направление. Продолжение следует... 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 лучше лучше забрать гельта получить резерв легендарного лорда и потихонечку распродавать катайцам владение гельта в кота и вот так вот так ну быстренько сейчас здесь решим вопрос раздачу раздача очков навыков и так хим рихард от химфри неплохо вся принципе иногда показывает в армии и очень редко использую охотников на ведьм в армии очень редко а ведь это очень хороший боец который может кидать проклятие на лордов до чужих наносить урон в том числе магический ну и вот это шанс успех засады 20 процентов это очень хорошая вещь и скрытность у него есть так искусство выживания либо либо защиту неуловимость а будем туда и туда потихонечку так жрец конс клас штицер так молитвы не изучены ну давайте ему страстная вера бен фон рейс нефритовый маг но тут уже полный набор куда хочешь нажмешь не прогадаешь это по распределению борис 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 опять взял очки навык вот сюда огненный шторм так юрген волк а ты летаешь уже тогда защиту стрелков так карл вайсмут вот это докачаем проведение аура дисциплины 40 процентов ну и кнут полководец могучий натиск это вот на танки давай чем мы там взяли скорость перезарядки 4 процента спас бросок 11 процентов а на максимуме будет 8 и 15 все да получается ну буквально ход стоим и уходим 4 375 аэшин где находится здесь пока вкладываться не будем пока враг рядом армии своих нет так элспид мы отправляем как раз на восток так здесь мы дела все решили ну поскольку император то рядом да я думаю рурные отряды мы распустим и существенно нагрузку на казну при них и гости в 1200 практически снизили нагрузку так здесь надо добивать что я могу взять не для стенки нужен отряд думаю справлюсь встретимся на поле битвы так как будем действовать это очень ценный отряд ну тут все понятно они пойдут в атаку это прям вот абсолютно точно здесь работаем по пехоте не Продолжение следует... 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 слово вылетело чушь я хотел сказать на религиозном что религиозно короче будет типа как армия фанатиков с религиозным толком оттенком смыслом все войска будут так бессмысленная вещь конечно нападать война войска на его территории ну ладно качаем крысолов небовые потери кстати хороший спутник может это пригодится бегущие убийцы так что там у нас грегор флюс нападение на гарнизон нападение на войска и ранее до ранения так вот вообще крыса сейчас пойдут сюда это однозначно поэтому нужно разворачивать к ну да но пока он стоит здесь вот собственно деньги потрачены крысы нападут на нидлинг или крюгенхайм это однозначно элспид скоро будет уже здесь главное не дать им напасть на юрбат хотя может быть ульбат и отобьется но от этого точно должно отбиться да это армию будем распускать в скором времени ну собственно наверное на этом все серия получилась не очень интересная поскольку а хотя может вам понравилось не знаю все было в одном ключе в принципе такое наследие был за 24 7 надо было нарксистов разогнать мы были тут конечно еще и арки кровавые руки вот что нас ждет в серии 26 но пройдет кулдаун на объединение не за этого хода будет следующей серии или больше если больше то заберем бальтазара и у нас будет получше с деньгами будем потихонечку земли сбагривать и это все вкладывать будем в империю надо расширяться поскольку нам нужно больше армии расширяться мы будем с юга на север вот собственно сейчас может быть еще рано говорить о стратегии но мне кажется мне кажется что нужно вот вернуть здесь земли под зачистить вот здесь а потом напасть на плодовитых или же наоборот на флангах до забить вообще вернуть себе полностью толапхай но это регион толпхай от лоббик ланд хохланд вот это все здесь да посмотрим надо будет посмотреть как тут чего удобнее будет войска куда направлять потому что если пойти по флангам это распыление сил вот плодовиты сидят спокойно не трогают меня вообще у нас была с ним помада война и все вот кнут понятное дело держит на замке пытается будет пытаться наши южные территории вообще в будущем должна быть армия обязательно которая будет и наш центр как-то удерживать рейкланд возможно это будет фолькмор может кто-то еще вот в идеале после того как мы объединим все земли империи должно быть пять армий после чего нужно строить застраивать всю территорию выходить на какие-то производственные мощности получать прибыль находить более-менее приличные фракции чтобы с ними торговать а вы видите да что приличных фракций очень мало нам встречались в основном где-то они на юге в Катае понятное дело тут война практически со всеми особенно на севере обеспечена и особенно на западе запад очень опасный здесь есть сломанные топоры замедленные бомбы которые нас пока не беспокоят вот культ удовольствий соответственно карри соблазнитель слава нашу вот это блин конечно здесь будет заруба но я буду придерживаться своей стратегии империя вот как в империи здесь все будет нормально тогда можно будет думать о каких-то заграничных походах но до этого еще очень далеко но только в прошлой серии достигли с вами условия быстрой кампании победы добили наконец лада долго он от нас бегал получили мы бонус всех трех всех всех героев по 3 да еще плюс 3 ну а дальше а дальше что дальше у нас задача в принципе уже идет как победа в длительной кампании это вот как раз вся империя но у меня напомню в условиях победы сотня должна быть вот здесь имперские авторитеты значит вообще все абсолютно все поселения которые имеют значок империи да должны быть под рукой карл франца вот и окончательная победа будет только в том случае когда все провинции будут максимально застроены в империи вот так вот много не мало а пока это все будет происходить можно разных дел на карте сделать и походов устроить и еще что то посмотрим как оно там будет дальше но за всем за всем все вот вам как обычно приятного вечера и игры любимые тату лары скоро услышимся пока пока